В Таиланде военные перевороты меняют состав правительства едва ли не чаще, чем выборы. При этом все заговорщики и революционеры неизменно спешат сообщить, что не покушаются на монарха и низвергают не монархию, а только лишенное орела святости правительства. Король же, почитаемый еще и как защитник буддийской веры, традиционно встает на сторону победившего переворота и назначает его лидеров в кабинет министров. Тайской молодежи эти ритуальные танцы вокруг власти надоели, и она требует коренных изменений в устройстве страны. Первые студенческие забастовки, вызванные излишне сложной и при этом устаревшей, по мнению учащихся, образовательной программой, начались в столичном Бангкоке еще в середине июля. Вскоре к студентам присоединились и школьники. Им тоже не нравится построенная на муштре и зубрежке концепция национального образования, да еще и обязательная школьная форма бесит молодежь так, что ради возможности перелезть в обычные рубашки и джинсы она готова была идти на баррикады. Власти школьные студенческие бунты игнорировали и на переговоры с лидерами протестов не шли. Но действительно, это же не военные, которые обычно и устраивают перевороты. У школьников нет оружия, они толком не организованы, да и вообще слишком юны для того, чтобы выдвигать какие-то требования к правительству. Но школьники и студенты оказались не так просты и безобидны, как хотелось бы чиновникам. Их протест довольно быстро радикализовался, чему, кстати, во многом способствовали попытки университетского начальства объяснить, что система образования, при которой на мнение учащихся никто не обращает внимания, освещена прямо-таки многовековой традицией. И выступать против этой традиции все равно, что идти против самого монарха. Молодежь эти страшилки восприняла по-своему и начала выступать сразу и против устаревших традиций, и против монархии, которой прикрываются любители этих традиций. Стоит отметить, что протест против монархии в Таиланде – дело далеко не безобидное. В Уголовном кодексе королевства есть отдельная статья, карающая за оскорбление величества, причем карающая очень жестко. Преступнику может грозить до 15 лет тюрьмы. И формально любое выступление против короля подпадает под действие этого закона. Протестующие нашли изящный выход из этой сложной ситуации и требуют свержения Волан-де-Морта. Главный злодей из книг о Гарри Поттере оказался на сотнях и тысячах листовок и транспарантов, призывающих к демократизации уже не только школ и университетов, а государства в целом. Действующий монарх храма X вообще ничем не похож на книжного чародея. Он ни колдовать не умеет, ни за детьми не охотится, и даже общих черт внешности у этих двоих при всем желании не найти. Но вот его имя в ходе демонстрации называть нельзя ни в коем случае. Точно так же, как Гарри и его друзьям запрещали произносить имя Волан-де-Морта для того, чтобы не навлечь на себя беду. Поэтому маг и стал символом протеста. Нынешняя королевская династия правит Таиландом около двух веков. Из них последние сто с небольшим лет в качестве уже не абсолютных, а конституционных монархов при реально управляющих страной, правительстве и парламенте. Большинство тайцев с огромным уважением относились к своим верховным правителям и всерьез считали их данными небесами. Но вот отношения нынешнего монарха, коронованного в прошлом году, со своими подданными не очень складываются. Во-первых, он почти не появляется на родине и даже настоял на изменении конституции, которая теперь позволяет ему царствовать издалека. Во-вторых, помимо жены, у него есть еще и официальная наложница-фаворитка, чего в Таиланде уже не видели около века и от чего успели отвыкнуть. Ну и вообще король живет совсем не так, как должно защитнику, призывающего к скромности буддизма. Проигрывает в карты целое состояние, тратит миллионы на шампанское и деликатесы, обожает роскошь и показное потребление. При этом именно монарх в Таиланде ответственен за формирование правительства, того самого, которое, например, не хочет идти на уступки студентам и школьникам. К недовольной молодежи присоединяются люди постарше. Протест растет, и листовки с физиономией Волан-де-Морта все чаще появляются на столбах и стенах зданий. Для тайской политической действительности, привыкшей к переворотам и силовым захватам власти, нынешний студенческий протест – явление почти неизвестное, а потому едва ли предсказуемое. Продолжение следует...